Всем привет! С вами снова, как всегда, Горенков Михаил, главный администратор сообщества Split Decision. В этот раз решил время не тянуть, до понедельника, вторника не откладывать, а сразу записать отчетный подкаст. Благо, есть время, турниры все закончились и есть чем поделиться. Неделя получилась крайне противоречивая. С одной стороны, я очень доволен результатом, с другой стороны, блядь, я очень недоволен результатом. В общем, в целом, вкратце и по порядку начнем. Как обычно, у меня в плане прогнозов контент делится на три категории. Это платные приматч прогнозы, бесплатные приматч прогнозы и платный лайф. Собственно, они вообще с разной стратегией идут, рассчитаны на разные банки. Я уже объяснял, что, глубоко говоря, платные прогнозы рассчитаны на игру на большой дистанции. Ставки в основном аккуратные, под небольшой процент от банка. Сейчас у меня дефолтная ставка по платным приматч прогнозам идет 3%. Бесплатные рекомендации, они рассчитаны на игроков с более меньшим банком, которые хотят получить результаты как можно быстрее, здесь и сейчас. Ну и, в принципе, тоже на дистанции быть не в минусе. Вот, и, соответственно, там ставки такие более рискованные, под больший процент от банка. Вот, и, соответственно, лайф рассчитан, в принципе, на любых, на любых людей, вот, с любым банком, с любыми возможностями. Цена на него крайне такая демократичная. Вот, тем более на этой неделе я, как и обещал, сделал доступ в лайф абсолютно свободным для всех. Теперь давайте вкратце поделимся, что у нас по порядку. Начнем, наверное, с бесплатки, как это обычно у меня есть. Вот, результат, как вы видите, положительный. Сейчас, правда, не успели минусануть прогноз с резина, но в целом результат вот такой на этой неделе. Вот они все ставки мои бесплатные, которые я давал, всего их было 7 штук. И давайте, наверное, начнем по порядку. Ставка была дана на турнир Fight Nights, который был на этой неделе. Вот, бой Валдира Араужа против Сайгида Изагахмаева. Тотал больше полтора раунда за 1.87. В принципе, оба бойцам не знакомы. Вот, оба, скажем так, яркими финишерами не являются. Ну, при условии, что если дерутся, они не против мешков. Вот, и, соответственно, бой проходил крайне вяло, пассивно. В основном Сайгид залеживал. Вот, какие-то предпосылки к досрочке были только в третьем раунде от Валдира Араужа. Парал раз он пытался выходить на удушку. Но так как ставка у нас была тотал больше полтора раундов, то есть нам достаточно было, чтобы бой зашел в третий. Вот, и, соответственно, ставка со свистом залетела, что принесло 8.7% в банку. Вот, также я давал ставочку на, получается, турнир Белла Тор. Кристиан Эхалс против Билли Свенсона. Белла Торовские эти турниры третисортные, которые они проводят там на гоночных всяких ивентах на Скара. То есть туда подписывают каких-то там вообще мешков. Прям вообще пиздец, пиздец. Вот, с какими-то рекордами непонятными, отрицательными. Либо там вообще дебютанты какие-то 1-0, 0-1. Вот, но конкретно выбрал бой тяжиков. Вот, ставил, сделал прогноз на ставку тотал меньше полтора раунда за 1.45, также по 10%. В итоге, если не память изменяет, Билли Свенсон провел Американу во втором раунде. Да, то есть ставка залетела, принесла на 4.5% от банка. Также у нас на этой неделе проходил турнир Макензи Дерн Мэнди Полк. Турнир ЛФА Макензи Дерн Мэнди Полк. Этот бой выбрал для бесплатной ставки. На тотал меньше 2.5 раунда давали коэффициент 1.57. Считаю, что коэффициент пиздец как завышенный, потому что, ну, Макензи Дерн это звезда джиу-джитсу. Ну, там, супер-мега, там, маститая в партере, вот. А Мэнди Полк, ну, она только фактурно выглядит. Вот, имеет неплохий, так сказать, неплохой атлетизм. Но при этом крайне дырявая в стойке, крайне беспонтовая в партере. Оппозиция крайне дерьмовая, проигрывала там вообще мишкобабом всяким. Поэтому Макензи Дерн без особых проблем уже в первом раунде потрясла и в стойке, спокойно накрыла в партере и провела удушающий прием. И эта ставочка приносит нам 5,7% в банку. Вот, далее пошел минус. Минус пошел с Глори. Турнир проходил в Китае. Был там чемпионский бой в среднем весе. Симон Маркус против Алекса Перейры. Вот, Маркус, в принципе, шел фаворитом за 1,4. Коэффициент был неплохой. Более там ничего интересного в этом карте лично, по моему мнению, не было. Были бои такие, грубо говоря, 50-50. Монетку можно было кидать там, в принципе, с более-менее близкими коэффициентами. Вот. Но я решил остановить свой выбор на Маркусе, раз что-то надо было брать с этого турнира. Но он проиграл, проиграл решением. Хотя, по идее, ему на самом деле чуть-чуть не хватило, чтобы дотянуть на свою победу. Там сыграл роль, сыграл роль именно Нокдаун, по-моему, во втором раунде, что ли. Вот. Короче, как-то так. Потом была ставка на турнир Кейдж Вориорс. Мэтт Инман против Крейга Уайта. Ставочка тотал меньше полутора раунда за 1,5. И, если мне память извиняет, Крейг Уайт в первом раунде забил у сетки Мэтта Инмана. И это переносит на 5% банку. Вот. Также давал на канадский ACB прогноз Дэйв Крайер против Танера Боссера. Боссера давал за 1,6. Это был крайне завышенный коэффициент. То есть, париматч, исходя из своих анализов, дал на него кэф 1,6. Далее, то есть, как бы, на западных букминерских конторах Боссер открылся за 1,2-1,3. Поэтому я со спокойной душой забирал его. И так собирался забирать. Вот. А когда увидел такое, скажем так, расхождение, да, в выкладках, вообще, без особых каких-то там сомнений, по 10% забрал. То есть, это приносит нам еще 6% банку. Победил он досрочно во втором раунде. Ну, и крайняя ставка была на турнир резин, который только что закончился. Теншин на Сукао против Ямата Фуджиты. Тотал меньше полутора раундов за 1,87. Коэффициент, опять же, был крайне завышенный. Потому что, как бы, по делу там потом кэф снизили до 1,4. Вот. То есть, по факту, это был крайне высокий коэффициент. Но они добились до решения. И здесь, как бы, наверное, сыграла малоопытность Теншина. То есть, и Партери он немножко слабоват, позволял себя контролировать в некоторых моментах. Но на самом деле мог закончить еще в первом раунде. Был там момент под конец первого раунда, когда он жестко попал по Фуджите. Прокинул того на спину. И если бы сразу пошел бы добивать его, то, я думаю, рефери остановил бы бой. Вот. Но он что-то начал ручки вскидывать, уже, грубо говоря, там, праздновать победу. Думал, все вырубил. А парень-то, как бы, внизу лежит и ждет. И рефери эту тему все видит. Бой не останавливает. Далее уже пошел Теншин что-то пытаться там как-то добивать. Ему мото уже восстановился. И более-менее грамотно отзащищался до конца раунда. Вот. Собственно, вот так вот Насукава нам поднасрал маленько. Тоже принос на минус. То есть, итого, 5 ставок зашли, 2 ставки не зашли. И я тут считал, ну, я в посте публикую в группе, еще дополнительно точно. Но здесь получается плюс общий, что-то около 10% от банка. Вот. Как-то так. Это вот бесплатные прогнозы. Бесплатные прогнозы приносят на этой неделе плюс. Плюс неплохой, учитывая такую стратегию. Поэтому, как бы, я доволен. Теперь давайте поговорим о том, чем я недоволен. А недоволен я конкретно платкой. Платка получилась просто пиздец. Какая, нахуй, интересная на этой неделе. Начиналось все достаточно интересно. Достаточно интересно. Хорошо. Мне даже нравилось все. На турнир ЛФА отдал 3 прогноза. Вот. Бой Кевина Тивидат против Глена Бейкера. Тотал меньше полутора раундов. И если мне память не изменяет, там Бейкер, по-моему, что ли, нокаутировал за 9 секунд, что ли. То есть, как бы, ставка абсолютно вообще жирнейшая по такому кэфу, по такому результату. Также зашла ставка Мэтью Фринкью и Кертис Милендер. Забирал тотал меньше полутора раундов. Ушатались они, по-моему, секунд в 30. Милендер нокаутировал Фринкью с ноги. Вот. И давал ставку на Джоя Миола Винницей за не тотал меньше двух с половиной раундов. За 1.75 ставка не прошла. Но, опять же, по бою я смотрел на резки и так отслеживал. Там такая заруба была жесткая, что, как бы, ставка имела место быть. И вот такой коэффициент был крайне интересный. То есть, я увидел ровно то, что я ожидал. Но, как бы, ребята оказались крепкие, не смогли друг друга нокаутировать. Обидно, печально. Но, как бы, результат нам это приносит. Результат приносит, в принципе, неплохой. Там, получается, ну, почти 3% от банка. 2,7. Вот так вот примерно. Вот. Соответственно, далее начинается фиаско. На турнир Кейдж Войлер сдал пакетик 3 прогноза. Вот. Шон Лютер, Мейсон, Джонс. Ставка тотал меньше полутора раундов. И если мне память не изменяет... А она мне, по-моему, не изменяет. Сейчас я вспомню, что у нас там было-то. Короче, короче, короче. Шон Лютер, Мейсон, Джонс. Ладно, давайте по порядку сверху. Джек Шор, матья Галибати. Вот. Здесь, собственно, Шор, как бы, доминировал весь бой. И закончил его досрочно. Но, блядь, не в первом, не во втором раунде. А в третьем. То есть, ставка тотал меньше полутора не прошла. То есть, как бы, я, в принципе, предполагал досрочную победу. И анализ мой, вроде как, подтвердился. Но по доталу на париматче давали только ТМ полтора. И, соответственно, вот спасибо Шору, что он пассивно вел бой в течение двух раундов. Хотя мог сделать все, что угодно, блядь, чуть ли не с первой минуты. Вот. Аарон Халид Рос Хьюстон там забирал ТМ два с половиной. И тоже там попыток досрочно закончить от Хьюстона было достаточно много. Халид под конец раунда там тоже пытался выходить на удушки. Вот. Как бы, ставка тоже была интересная. Но, как бы, блядь, тоже не зашла. Ну и, соответственно, Шон Лютер, Мэйсон Джонс. Бр-бр-бр-бр-бр ТМ полтора. Там тоже закончился бой досрочно. Тоже закончился в третьем раунде. И выиграл, по-моему, там Мэйсон Джонс. Да, Мэйсон Джонс. При этом, опять-таки, он тоже доминировал, блядь, все три раунда там до конца боя. До хуя чего мог сделать. Больше выебывался. Но вот все-таки в третьем раунде смог закончить. Итого вот везде, в каждой этой паре, чуть-чуть, вот просто чуть-чуть не хватило для того, чтобы ставки заходили. Вот прям чуть-чуть. И у меня, как бы, такое двойкое впечатление. С одной стороны, вроде и в анализе-то не особо проебался. А с другой-то стороны, блядь, и результата нет. И это меня, конечно, блядь, крайне огорчает. То есть, грубо говоря, вроде кажется, блядь, что-то не так, и надо что-то менять. А с другой стороны, думаешь, блядь, да вроде все так. Вроде как бы, блядь, нормально, нормально разобрал. И вроде бы, как бы, блядь, предпосылки были. И хуй знает, что в итоге с этим делать. И почти такая же ситуация на резине. Бой Алисы Гарсия против Марии Оливейры. Здесь забирала Алису Гарсию, андердога, за 2,5. Потому что Мария Оливейра там дралась в говнопромошенах против теток с отрицательными рекордами. А Алиса Гарсия имеет неплохую борьбу. Могла ли она забороть Марию? Да, могла. Получались у нее такдауны? Да, получались. Особенно в начале боя она очень круто прошла в две ноги. Опрокинула ее. Но вот что-то контролю в этом случае подвел. Хотя в третьем раунде она там что-то загорелась. Там, блядь, на армбар поймала, чуть ли там не докрутила. Но вот ее как-то вот она сдала, сдала где-то со второй половины первого раунда. И весь второй раунд занималась какой-то хуйней. Вот честно. Могла ли она выиграть? Да, блядь, в 3.15. Но, блядь, чужая душа потемки. Джахун Мун, Кевин Петшин. Ну это вообще пиздец. Здесь давал ставку ТМ 2,5 за 1.87. По факту Кевин Петшин неоднократно забирал по бою спину, блядь, и чуть ли там не душил. И Джахун Мун, блядь, его там жестко попадал ему в первом раунде и под конец первого раунда чуть ли не нокаутировал. Но в итоге эти мешки добились до решения. Вот. Как бы тоже, тоже, блядь, абсолютно двоякое такое чувство, что, блядь, и ставка, блядь, не прошла. А с другой стороны, ну пиздец, там так близко, так близко было, что я ебал, нахуй. И, соответственно, Журом Лебонер, Рокки Мартинес, ТМ 1,5. Вот здесь двойничок, опять же, Кисть ТМ 1,5 на Насу Каус Фуджита. Про Насу Каус Фуджита я уже сказал. Ну, Лебонер, Мартинес они закончили в первом раунде. Там как бы ждал, что либо Лебонер его в стойке нахуярит, либо Рокки Мартинес переведет и что-нибудь придумает. Рокки Мартинес перевел и провел как бы удушающий прием на диафрагму. Олейник стайл. То есть, вот, собственно, как-то так. То есть, получается, у нас на этой неделе, по лайву, там примерно, короче, сейчас скажу, сколько получается. Сейчас, 5 секунд. Не выспался, ни хрена башка не варит. Ну, там получается, что-то типа, блядь, 6-7% от банку минуса. Вот, собственно, как-то так, если я ничего не путаю. А, нет, пизжу, что я туплю-то, ебать, здесь дохуя, здесь дохуя, здесь получается минус 18, минус 2 с чем-то. Здесь, блядь, получается около 15%. Вот, в целом, как-то так. И везде, и везде, чуть-чуть, буквально немного не хватило. Вот, как-то так. Ну, я более точные там данные опубликую, получается, вместе в посте. Ну, и, соответственно, вот, закончить обзор успехов моих и неудач можно лайвом, как обычно. На этой неделе, опять-таки, была такая некая акция, да, для людей, которые хотели бы попробовать лайвить. Ну, вот, напоминаю, что у меня, грубо говоря, по лайву, по платному, скоро результат подберется уже к 100% от банка. Вот, начну, грубо говоря, за полгода. Вот, и я, соответственно, вот на этой неделе, как бы, решил особо, как бы, не борзеть, лайв платный не делать. Отказать, попробовать, там, всем, кто хотел бы, желающим, посидеть в тимспике, пообщаться, получить рекомендации какие-то, подумать самостоятельно, пообщаться с ребятами, поанализировать вместе. Лайвили, получается, мы на этой неделе три турнира. И турниры, конечно, пиздец. Ну, Файтнайтс я, как бы, ну, чисто, в принципе, лайвить не люблю. С их мисс-матчами, блядь, с постоянными какими-то зашкварами. Много минусов было, плюсы были, но в итоге, как бы, смог результат плюсовой вывести по Файтнайтсу чуть более полпроцента от банка. Тут по ставкам особо даже не хочу углубляться, вот, уже, грубо говоря, прошло тут, прошло, прошли сутки, и я, как бы, особо разбираться здесь, опять-то, все вспоминать не хочу. Там, ну, Качка забирали против Жиробаса, там, Вилканул там пару раз, опять-таки, тот же самый ТБ на Оружаво против СИСГХа ему забирали, короче. На Курзанова с Хайблаевым уже на ТМ-ку кинули. Кинул так полпроцента, чисто посмотреть, чтобы с интересом. Потому что, ну, грубо говоря, результат минимальный получился по лайву. На Кидж Вориорс получился лайв крайне уебищный, потому что полиматч для россиян что-то решил, блядь, трансляцию, блядь, давать неоткрываемую. В итоге приходилось смотреть задержками, это, соответственно, сказывается на том, что вовремя не получается принять решение. И по факту я, грубо говоря, просто кидал до боя какие-то там, по предварительным прикидкам ставки на тоталы, на победы. И редко-редко-редко удавалось именно уже по ходу боя что-то там дополнительно докинуть. Но, тем не менее, по Кейджу тоже удалось вывести в плюс, но там совсем копейки. Просто, грубо говоря, остались при своих с минимальным-минимальным плюсом. Ну и вы половили на ICB-72. Турнир получился крайне урезанный. Много боев отменили. Вот. Тот же самый париматч там двух боек допускал ошибки. То есть, по сути, лайва не давал, можно так сказать, если мне память не изменяет. Вот. Ну и, соответственно, там тоже было немножко риска. Кидали туда, кидали сюда. На боссера там кидали тоже за 1.4 по 3%. То есть, париматч затупил. Своевременно коэффициент не понизил. То есть, на ICB он уже был за 1.1. На париматч еще 1.4. Забрали его и буквально через несколько секунд его тоже снизили за 1.1. Забирали. ТМ полтора за 1.57 по 2%. Ну, то есть, это такие ставки, которые там плюс принесли. Ну, вот, вилковал на Алауи со Сквиром. Вилковал, соответственно, на Маковский с Щербатовым. На несколько андердогов бросил. Ну, в итоге тоже там меньше полупроцентов от банка получилось. То есть, суммарно, как бы, за лайв за этот копейки, там, процент-полтора. Но, опять-таки, я особо тоже, как бы, себя, себе жопу не рвал, потому что это лайв был бесплатный. Вот. И, соответственно, даже на таких говно-турнирах что-то удалось поднять. Вот, в целом, как-то так. Так, и на данный результат, на данный момент, результат по платному лайву, а эта статистика тоже сюда же учитывается, потому что я работал в стандартном режиме штатном, да, 95% с небольшим к банку. Вот, в целом, как-то так. И если, грубо говоря, оценить общий результат недели, то я, как бы, блядь, вот, конкретно, да, если по подписчикам смотреть, по аудитории, вот, мне перед людьми не стыдно, да, то есть, вот, конкретно перед широкой аудиторией, бесплатку плюсовую дал. На лайв доступ открыл, плюсовой результат дал. То есть, все, кто хотели, они этим воспользовались, смогли оценить, надо им это, не надо, интересно им это, не интересно, да, то есть, какие-то, как-то смогли прикинуть, чтобы, блядь, в дальнейшем принимать решение присоединяться к этой движухе и не присоединяться. Единственное, что меня крайне сильно расстроил, блядь, прематч прогноза расстроили платные. Я, как бы, вот, опять-таки, если вернуться к нашим баранам, я сейчас маленько в смятении, потому что, как бы, с одной стороны, опять же, еще раз повторюсь, какие-то прикидки, они по факту-то подтвердились, просто из-за недостаточной, там, грубо говоря, росписи не получилось более своего варианта выбрать. А с другой стороны, блядь, минус есть минус. И я вот сейчас, у меня есть несколько мыслей по поводу того, как можно изменить стратегию, чтобы сделать ее более результативной на дистанции, и в целом здесь и сейчас, да, но я пока что буду по этому поводу думать, вот. Опять же, ну, сейчас я могу точно сказать, что, как бы, на турнире UFC конкретно, конечно, платные пакеты будут всегда, вот, они, в принципе, дают хорошее, хорошие результаты по последнему турниру, даже UFC 216 получилась дать плюсовой результат, хотя многие, там, умудрились выебаться, да, вот. И, ну, вот такие, с такими турнирами, что делать, скажем так, второсортными, третисортными, я пока подумаю, потому что с некоторыми у меня, скажем так, хорошие отношения, типа LFA, например, да, вот. А вот с европейскими, азиатскими я пока буду думать. Я пока буду думать, потому что, как бы, не хочется, не хочется людей пугать. Вот, собственно, как-то так. Людям же на вскидку не объяснишь, а подкасты не все смотрят. Поэтому, вот. Так что, в целом, опять-таки, еще раз повторюсь, бесплатка, приматч в плюсе, лайф в плюсе, приматч в платке в минусе. Поэтому, как бы, перед теми людьми, которые покупают прогнозы, маленько, как бы, ну, не стыдно, но как-то, блядь, не комфортно. Потому что, блядь, ну, вот чуть-чуть не хватило. А перед аудиторией, перед подписчиками, конечно, не стыдиться нечего. Результат дал, результат, мне кажется, дал хороший, при условии, что мы все знаем, 95% игроков на дистанции играет в минус, да? Вот. Поэтому, как-то так. Если у вас есть какие-то мнения, пожелания, оставляйте их везде, где вы увидите это видео, в комментариях, пишите мне в личку, но, как бы, комнатной критики мне, пожалуйста, не надо. Просто, если у вас есть какие-то мысли, вы хотите с ним поделиться, то не вопрос, не вопрос. Вот. Если вас интересует, что у нас ждет на следующей неделе, то давайте мы посмотрим. Вот. Как всегда, обычно под конец оценим предстоящую неделю. Ну, вот, конкретно по шардогу, если пробежаться, что у нас получается. Следующая неделя от трампам-пам, трампам-пам-пам-пам-пам, с шестнадцатого по двадцать второе, да? Так. А там интересная неделя. Во-первых, нас ожидает Белла Тор. Мусаси против Шлеменко. Это точно будет бесплатка. Это точно будет лайв. Будет ли платный пакет, я не знаю. Нужно смотреть на коэффициенты, какие дадут. Вот. Нас ждет ЛФА-25, Кохрейн против Родригеса. На ЛФА-25. Опять-таки, по коэффициентам буду смотреть, но вероятность, как бы, именно платки тоже высока, бесплатка тоже будет. 21 октября нас ожидается One Championship, по крайней мере, если по анонсам шердога судить, но пока тут что-то, блядь, пустота. Там тоже надо по коэффициентам смотреть. UFC Fight Night, Сироми против Тиле в Польше. Это, конечно же, платка, это, конечно же, бесплатка, это, конечно же, лайв. Вот, опять-таки, у нас ожидается ACB 73. Сарафян против Эдуарда, я так понимаю, будет проходить в Бразилии. Вот, ну, опять же, будем встать по коэффициентам, но точно будем лайвить, точно будет что-нибудь бесплатное. Вот, то есть, турниров уже, как вы видите, очень много. Вот, опять-таки, у нас ожидается КСВ Дублин. Это отдельная маленечко история, очень интересная, потому что там у нас Пудзиновский, там у нас реванш Гамрота с Парком, там у нас Матерло против Паула Тиаго, там у нас Ариан Липски, на которую многие теребонькают. Вот, то есть, как бы, по меркам КСВ, это очень такой знаковый турнир. То есть, тот же самый Анзор Ажиев, вот, Пол Редмонд. Как бы, вот они на последний раз, когда проводили, там, крупный турнир именно, да, там, на стадионе, там, конечно, они весь, все свои закрома вытряхнули, всех своих более-менее бойцов с именем выставили. Вот, его пришлось немножко отдохнуть, чтобы опять бойцы сумели восстановиться. И это очень тоже, очень-очень крупный карта по меркам КСВ нас ожидает. Поэтому с интересом буду следить за тем, что предложат букмекеры в линии, в лайве. Так что будем стараться что-нибудь с этого тоже поиметь. Поэтому, как-то так. Ждите анонсов, ждите прогнозов, все будет, я думаю, все будет хорошо. Всем спасибо, до свидания.